приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео поговорим о том какие подарки ни в коем случае нельзя принимать потому что вместе с такими подарками вы заберете себе негатив проблемы неприятности болезни и даже безденящие поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь принять меры и знать об этом прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео не забывайте подписываться наш канал у нас каждый выход интересные видео также всех хотим поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете так друзья каждая вещь в окружении человека обладает своей энергетикой как положительной так и отрицательной поэтому одни вещи попал в нашу жизнь наполняет и радостными приятными событиями а другие своим появлением притягивают неприятные события нехорошие энергии и изменения которые вряд ли порадуют также надевая вещи со светлой энергетика человек будет притягивать свою жизнь удачу у него все с легкостью будет получаться он сможет осуществить желаемые планы счастье положительные эмоции будут наполнять душу а надевая вещь с негативной энергетикой у него наоборот ничего не будет получаться все за что он не возьмется закончится провалом грусть и печаль будут сопровождать его неудачи не будут исключением с вещами связано очень много советов которые передались от предков для того чтобы уберечь нас от этого ненужного негатива от необдуманных действий которые мы можем совершить в порыве или же когда-нибудь времени все обдумать и взвесить эти знания накапливались годами но сейчас это клад который способен не только во многом помочь но и от от многого обезопасить все вещи которые передаются вам от кого-то по наследству вам их просто приносят в дом они напитаны энергией того с кем они контактировали опасными являются вещи которые когда-то кто-то носил они требуют обязательно энергетической чистки так как содержит не только энергии которые излучал тот кто их носил но и жизненные силы данного человека хорошо если энергии у него положительные и жизненные силы его наполняли тогда такая одежда будет приносить пользу но если энергии которые наполняют этого человека негативные нему прицепилась какая-то злая сущность то такая вещь будет приносить страшный вред отбирать силы того кому она попадет горесть и уныние будут наполнять его жизнь поэтому не стоит брать чужие вещи так как вы не знаете что с ними вы можете приобрести не рискуйте чтобы не испортить свою жизнь а потом не жалейте о том что в ней начало происходить и ее наполнять нельзя давать и свои вещи так как у вас могут отобрать ваши хорошие энергии если ваша вещь попадает к тому кто вам завидует он сможет воспользоваться ней для того чтобы лишить вас этого поэтому соблюдайте простое правило ваша вещь это ваша и никто не должен ее брать даже если это кто-то из ваших близких родных или друзей энергии наполняют новые вещи которые находятся в магазине так как за день к такой вещи могут прикасаться различные люди кто-то в хорошем настроении с хорошей энергетикой но а кто-то пришел в магазин для того чтобы снять страсть развеяться или же отвлечься так как неприятные наполнившие жизнь совсем одолели и человек потрогав любую вещь данный человек передает этот негатив этой вещи а тот кто ее купит заберет его поэтому нужно после покупки вещи очищать с помощью огня соли солнца сильных энергетических трав которые помогут убрать ненужные энергии и притянуть те которые принесут вам пользу часто мы и получаем подарки которые нам могут преподносить люди как с чистой искренней душой притягиваем нашу жизнь вместе с ним что-то хорошее положительное даря нам светлые эмоции но есть люди которые относятся к нам не так как нам бы хотелось они готовы причинить вред любыми действиями только чтобы нашу жизнь наполняли беды неприятности ведь от того чем хуже будут складываться наша жизнь тем лучше будет их жизнь люди со злой душой имеют свое определенное мышление которое трудно объяснить они не готовы тратить свое время на то чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону но готовы тратить их на то чтобы испортить нашу жизнь так как в жизни мы часто получаем подарки и отказываться от всех не является выходом из ситуации поэтому нужно научиться распознавать какой подарок имеет хорошую энергетику а какой нет какой нужно принять благодарность от какого отказаться для этого нужно обращать внимание на то какие ощущения он у вас вызывает если ваше внутреннее чутье подсказывает вам что его не стоит брать прислушайтесь к себе так как интуиция это ваш защитник и она первым делом срабатывает на негативные энергии которые способны разрушить вашу жизнь или биополе такой подарок категорически брать не нужно даже если вы берете в подарок в руки при этом ощущаете холод это означает что подарок наделен нехорошими энергиями возможно потому что этот человек сам излучает негатив и вы его просто ощутили а возможно по той причине что данный человек наслал на него негативные энергии такие как сглаз порча и хочет чтобы он привлев к вам нехорошие энергии способные навредить если человек испытывает к вам ненависть желает чтобы вас и вовсе не было на этой земле он способен преподнести вам проклятый подарок который разрушит не только вашу энергетику но энергетику вашего жилья что неблагоприятно скажется и на всех тех кто в таком доме живет с таким подарком вы можете получить и разрушительный негатив который наполняет человека который его преподнес возможно он на него переложит все свои проблемы и это может быть даже ваш сотрудник у которого например не складываются отношения с руководителем а у вас наоборот и он же желает поменяться с вами местами могут подарить и подарок на который наложена порча если у вас тем кто преподносит подарок напряженные отношения и вы знаете что данный человек разводит о вас сплетни старается скорбить унизить в любой подходящий для этого момент особенно любит это делать тогда когда знаете знает что вы в командировке или же в отпуске так как считает что таким образом может расположить к себе тех и с кем у вас близкие рабочие отношения не стоит брать от такого человека подарок даже если вы посчитаете что он изменился и преподносит его вам для того чтобы исправить то что было между вами такие люди не меняются они только на некоторый промежуток времени затихают а затем проявляют себя в самый непредвиденный момент когда вы не будете готовы к тому что трудности которые возникли еще может кто-то усугубить стороны держитесь от людей подальше и вам не придется переживать о том что кто-то из таких людей может навредить вам если вы приняли подарок и на следующий день у вас начали происходить проблемы они могут начинаться с обычной головной боли плохого утреннего настроения недомогания легкой дрожи но будет с каждым днем становиться все хуже и хуже могут затронуть даже любую сферу вашей жизни а если воздействие на подарок было целенаправленно и к этому привлекли еще и ведьму то может затронуть даже несколько сфер жизни одновременно могут начать происходить кошмары недопонимания с близкими людьми ссоры скандалы на работе там где вы считали с лучшим сотрудником начнут также возникать ситуации которые не только вас будут огорчать но и могут изменить ваш статус вы утратите уважение руководителя страх будет наполнять вашу душу вам будет казаться что вся жизнь рушится а неудачи начнут ее наполнять если после того как вам преподнесли такой подарок вы оказались на место того кто вам его преподнес и все то что было плохо в его жизни перешло вашу вы потеряли работу а данный человек ее приобрел вас распала семья тот кто был на протяжении многих лет одинок нашел свою пару или вы например обладали красивыми волосами у вас начались с ними проблема но вот внешность вашей подруги наоборот улучшилась и волосы стали гуще а кожа даже чище когда что-то из этого у вас произойдет сразу подумайте что такого вы получали в ближайшее время кто преподносил подарок из какого момента у вас все пошло не так как было раньше вы утратили связь со вселенной а положительные сильные энергии перестали к вам поступать как только вы определите сразу избавьтесь от такого подарка его нужно либо сжечь тогда вы с ним разорвете связь либо продать в таком случае нужно деньги которые вы за него выручите отдать на благотворительность так вы также утратите с ним связь после того как вы это сделаете возьмите монетку любого номинала положите на пол под левую пятку после чего подожгите свечу установить ее перед собой и после этого левую ногу приподнимите и подержите над свечой при этом трижды проговаривать такие слова все зло что мне недоброжелатель передал пусть в монету эту перейдет а огонь в тело войдет каналы все очистит энергетику укрепит и светлыми энергиями окружит после чего ногу опустите отойдите от монеты а свечи дайте догореть а огарок нужно будут выбросить далее надите водоем с бегущей водой состоящее нельзя и через левое плечо выбросить монету а с ней мысленные все тревоги проблемы что пришли вашу жизнь далее уходите не оборачиваясь а вот вернувшись домой приготовьте веточку мяты и ромашки крапивы подождите и первым делом окурите свои ступни после чего все остальное тело и проговаривая при этом такие слова силы энергетические меня окружает тело моё наполняет все что пришло меня покидает жизнь мою в покое оставляет она не только улучшается а в идеальную превращается когда закончите подойдите к окну откройте его и трижды дуньте на веничу проговаривая такие слова то зло что меня нашло к владельцу уйди и его же проучи как вы к так вы не только избавитесь полностью от влияния на себя но и отправить и негативные энергии тому кто вам их передал ваша жизнь за короткий промежуток времени восстановится а вот у того кто желал вам зла появится наоборот проблемы которые изменят его мышление зависть не чувство сердечья навсегда покинут его жизнь он изменится в лучшую сторону всегда обдумывайте то что вам преподносят подарок нельзя принимать такие подарки как носовые платки так как они к вам притянут слезы вашу жизнь не стоит принимать в подарок платок который покрывает голову так как это притянет вашу жизнь неудачи зеркало это очень специфический подарок который способен причинить большой вред передав то что в нем отражается или же то что в него вложили также такой подарок способен отобрать красивую внешность его обычно используют крадники в своих целях пустой кошелек даже если вам он очень нравится нужно попросить того кто вам дарит чтобы он положил купюру пусть даже маленького номинала и это не лишит вас денежной энергии полотенце этот подарок способен притянуть болезни к тому кто он им будет вытираться если такой подарок преподнесут семейной паре это может притянуть в их жизнь измены и проблемы разного характера часы способны остановить жизненное время если такой подарок будет преподнесен второй половинке они начнут отсчитывать время проведенное вместе поэтому от такого подарка нужно отказаться во всех смыслах не принимать и не дарить чтобы беды обошли стороной колючие предметы они способны дарить горе а также приблизить расставание с любимым человеком нож способен разрезать биополе и принести горе фигурки птиц это также знак того что тот кто вам и и и преподносит желает горя такой подарок способен разрушить отношения между близкими людьми а денежная энергия просто навсего вас покинет тапочки притянут печаль и депрессию такие подарки как носки и перчатки варежки испортят отношения с тем кто его преподносит а если это делает завистливый человек то все чему он завидует с легкостью перейдет в его жизнь нижнее белье спровоцирует того кому преподнесено к изменам поэтому если не хотите ощутить это на себе или же в своей семье воздержитесь от таких подарков и не принимайте их если такой подарок решит вам сделать ваша вторая половинка сходите в магазин вместе и купите также вместе это касается и вас если решите сделать ваши второй половинки такой же подарок а вот ремень притянет жизнь того кому подарен конфликты и недопонимание с окружающими людьми если подарят набор для маникюра при его использовании ваше биополе ослабнет будут притягиваться любой негатив извне надельный крестик способен притягивать к вам те энергии чувства которые человек преподнесший такой подарок излучает поэтому не стоит рисковать и принимать его если вы не уверены в искренности дарителя вред может быть непоправимым это касается и различного рода религиозных реликвий на них с легкостью можно сделать порчу желаете что такое иметь приобретайте лучше это самостоятельно свечи в качестве подарка несут в себе мертвую энергию когда вы такую свечу будете зажигать в доме она будет она будет данной энергии наполнять дом что притянет одни беды посуда это также не лучший подарок так как во время ее использования тот негатив которым она напитана будет передаваться еде а затем тем кто такую еду будет есть и тем самым разрушать не только их жизнь но и будущие планы если вы чувствуете что каким-то образом ваш дом попал неблагоприятный подарок сразу избавляйтесь от него не позволяйте ему разрушать вашу жизнь и даже влиять на нее не доставляйте такое удовольствие вашим недоброжелателям и врагам поэтому внимательно отслеживайте от кого вы принимаете подарок особенно от того кто кажется вам злым и от того кого вы опасаетесь помните о том что подарок это не только приятные эмоции но это и опасность которая может какой-то момент изменить вашу жизнь помните об этом друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь наш канал у нас много интересной полезной важной нужной и интересной информации друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео для вас нажимаете на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео